Добрый день дорогие друзья, уважаемые подписчики, любимые, родные и близкие. Появилось небольшое свободное окно. Все заказы на сегодняшний день практически выполнены. Осталась одна батарейка. Эти аккумуляторы готовы к отправке. Большую часть сегодня их заведут, остальные может завтра, послезавтра. И я решил записать цикл роликов по просьбе одного из своих подписчиков, в котором он попросил меня сделать обзор на то оборудование, которым я пользуюсь в своей работе. Будет цикл роликов. В каждом ролике я постараюсь дать оценку. Плюсы и минусы. Практически по, наверное, каждому зарядному устройству. Область применения, где желательно их применять. Как желательно их применять. И какие результаты они приносят в работе. Начну я этот цикл вот с такого интеллектуального зарядного устройства. У меня их было несколько разных типов. Часть из них я продал с огромной радостью. И люди, которые приобрели, тоже испытали огромную радость от приобретения. Почему я их продал. Значит, ну вкратце об этом зарядном устройстве. Значит, оно делит заряд на 7 циклов. Как здесь указано, дисфотация, пара предзарядов, абсорбация, потом наполнение. И окончание, это буферная стадия. Значит, устройство очень просто. В эксплуатации, в настройках. Здесь, значит, три вида зарядного тока. 2 А, 4 и 8. Ну и в зависимости от типа батареи, мы выбираем зарядный ток. Значит, три типа батареи. Это гель, кислотный и абсорбер гласматы АДЖИЭМ. По мере зарядки указывают процент заряда. И по достижении 100% устройство переходит в буферный режим. То есть, поддержание батареи на напряжении 13,5 вольт. Что я могу сказать об этом зарядном устройстве? Кому это зарядное устройство желательно приобретать, а для кого оно окажется бесполезным? Ну, в первую очередь, это зарядное устройство, оно предназначено для тех, у кого автомобили оснащены функцией пуш, то есть старт-стоп. Батареи постоянно высаживаются, тем более в черте города, постоянные остановки на светофорах и батарея, генератор не успевает батарею полностью зарядить. Также это зарядное устройство, оно пригодится тем, у кого маленькие пробеги по городу, частые запуски, запуск, выключение двигателя, небольшой пробег. Ну, то есть, можно не переживая, ни о чем оставлять батарею на этом зарядном устройстве. Ну, день через день, раз в неделю, желательно это подзарядное устройство. То есть, оно батарею подзарядит. Полный заряд этого устройства не даст. И если у вас получилась глубокая просадка аккумулятора, то воспользоваться можно, конечно, этим устройством. для, так называемого, будем так говорить, это будет предзаряд. Электролит у вас не смешается, будет после заряда этим зарядным устройством будет расширение электролита. Но, в принципе, есть, чтобы ликвидировать, бывает, нужно проехать на автомобиле, там, довольно-таки продолжительное время. И потность батареи вырастет. Ну, честно говоря, и по 400 километров проезжали, и по 500, и потность, как была низкая, так она, в принципе, и оставалась. Поэтому для полного заряда этого устройства абсолютно бесполезно. Ну, я использую это устройство для зарядки гелевых батарей. Гелевая батарея, она заряжает отлично. Также AGM. Ну, AGM маленьких батарей мотоциклетных, всяких прочих до ёмкости где-то порядка 20-30 ампер. Оно ещё их вытягивает, а батареи с более высокой ёмкостью. Я с ними работаю на других устройствах. Заряд, как подзарядное устройство, оно неплохое. Повторюсь, для тех, кто ездит на короткие расстояния, у кого система старт-стоп, это устройство, оно просто необходимо. И так как батарея полностью не высаживается, то вот этот подзаряд, он будет постоянно подпитывать и добавлять ту необходимую энергию, которую не восполняет генератор. Не восполняет генератор ввиду того, что пробеги очень короткие. Его можно смело оставлять на сутки, на двое, на трое, на неделю во включенном состоянии. Буферный режим, это по-другому, это режим хранения. И особенно в холодное время года. Этот режим хранения, он будет держать батарею в бодром состоянии. За счёт вот этого поверхностного заряда, он в малом напряжении, заряд будет потихонечку проходить вглубь пластин. И батарея практически, она улучшает свои характеристики, свои свойства, пусковые свойства. Поэтому это устройство, я одни скажу, что оно бесполезное. Оно хорошее устройство. Ну, устройство для предзаряда и для использования именно в тех условиях, про которые я говорил. Ну, на этом сегодняшний этот ролик будет закончен. Дорогие друзья, пишите в комментариях, чтобы вы ещё хотели увидеть, услышать. Отвечу на все ваши вопросы, на все ваши пожелания. И следующий ролик, наверное, будем делать про кулон 720, моё личное мнение. Мой опыт использования. И по порядку слева направо, значит, 37-е вымпелы, 55-е, 57-е. Такие, китайские, их тоже называют интеллектуальные зарядные устройства. О всех этих устройствах я постараюсь вам рассказать. Ну, что ж, всего доброго. До новых встреч в новых роликах.